Всем привет! Вы на канале Афинют, и у меня для вас полезно как для школьников, как для учеников в целом видео, как мотивировать себя на учёбу, как в целом сделать учёбу не такой надоедливой, не такой скучной, не такой утомительной, и как превратить свою жизнь немножко в что-то более лёгкое и не такое тяжёлое, как нам кажется. Во-первых, что я считаю самым важным и самым логичным, это найти мотив или цель. То есть, допустим, вы себе поставите цель, что вот если я получу там пять пятёрок по какому-то предмету, то я себя поощрю. А та же цель может быть какая-нибудь новая косточка, то есть получу там столько-то пятёрок, получу там что-то-что-то, сдам там что-то-что-то, и получу себе разрешение купить какую-то-какую-то там кофту. Найдя себе мотив, также, например, там, я это делаю для того, чтобы... Сделаю всю домашку до конца дня, признаюсь, крашу за компань. Поэтому если вы найдёте цель, вам будет определённо легче. То есть, ну, вы понимаете, у каждого своё, но, тем не менее, это можно помочь. Сделать план. Пикачу! Как бы это логичным не казалось, но я думаю, некоторым с планом должно быть легче. Возможно, у вас также есть проблемы с учёбой, вам тяжело сфокусироваться на учёбе, вам тяжело просто сесть и начать делать. Возможно, для вас как раз-таки поможет способ с планом. Также вот некоторым нравится, допустим, мне, мне очень нравится, когда я пропишу план всех своих действий. Я люблю потом, когда я их сделаю, поставить галочку. То есть у меня для себя какая-то личная становится галочка, что вот, я молодец, я это сделал. Вау, какой я молодец! Поэтому, ну, понимаете, да? Также в этом плане может быть вписано самое продуктивное и самое удобное время для учёбы. Например, я заметила для себя, я вам открою такой секрет, как раз предыстория, чтобы вы понимали, почему я посчитаю эти советы полезными. Потому что с 7 по 8 класс у меня пропало желание учиться вот прям полностью. В этом году, то есть в 9 классе, я наконец-то поняла для себя какие-то лайфхаки, вы должны иметь свободное время. Я понимаю, что у некоторых там очень много репетиторов, очень много каких-то дополнительных внеурочных занятий. Вы должны понимать, что у вас обязательно должно быть свободное время. Когда бы оно ни было, ну, в день у вас хотя бы часик должен быть на себя. Без отдыха не будет и хорошего результата. Лучше я делаю какую-то там домашку утром или на какой-то перемене, чем не дам время себе отдохнуть. Потому что даже если я там поспала, мне всё равно хочется немножко уделить себе время. Посидеть, позалипать в ютубчике, в тиктоке. Ну, конечно, у всех это бывает ещё. Одно из самых важных в школьной жизни, я думаю, это справление со стрессом. Важно научить себя, как справляться со стрессом. В некоторых ситуациях, возможно, вы побоитесь кому-то что-то сказать, кому у кого-то попросить помощи. У меня, как советы, это, друзья, найти новые хобби и дополнительные занятия. Например, я пошла в театр, у меня было отвлечение, у меня появился новый круг общения, поэтому мне было легче. Да. Опять же, совет, это относиться ко всему проще. Я знаю, что у многих есть, как у меня, проблема, что ты обдумываешь каждое действие, каждый ок, каждую ситуацию. Ты всё передумываешь, обдумываешь, что я не так сказал учителю, что я не так там написал, а вдруг я что-то не то сделал. Не скажу, что у меня это прошло, но если начнёшь относиться ко всему попроще, то тебе и самому будет жить проще. Сейчас мне пофиг, мне пофиг. А ещё мне очень помогает комфортная обстановка дома на учёбе, когда я учусь. Можете тебе помочь какими-то орнаментами, какими-то там подсветками, растениями, диванчиками, плетиками. Вообще, всем-всем-всем, что вам нравится. Это также может быть милая канцелярия, окружайте себя вещами, которые вам нравятся. То есть вы сидите за партой, но вы посмотрите вот так глубоко, а у вас какой-то там хорошенький рюкзак. Так вы такие хах, хех, и жизнь не такая уж и плохая. Работа о своём эмоциональном здоровье. Хотите делать уроки? Не делайте. Я понимаю, что в некоторых случаях за вами следят родители, за вами своя голова следит. Бывают случаи, когда вообще не хочется делать. Вы просто продумайте, что вдруг что. В любом случае можно написать это рано утром, в перемене, попросить учителя, что, типа, принести на следующий урок домашнее задание. Я это не хочу, чтобы это было напутствие на путь к двоечнику, но я вам скажу так, ни разу ещё чуть-чуть фу, у меня не было троих в году. То есть я всегда, даже когда мне ужасно не нравилось учиться, я всегда выходила, вытягивала себя на хорошие оценки, даже если не делала уроки от слова совсем. Ну сейчас я уже исправилась, пока что, пошёл, пока что, пожалуйста, постараемся. Как я уже говорила, обстановка, но это также комфортная учёбная зона. Чистота в комнате, приятные вещи, ставить на фон котиков со временем, всё что угодно повышает вашу продуктивность. Чистота мотивирует меня, всё-таки мотивирует. Это всё. Я уверена, вы найдёте из-за этого что-то для себя полезное. Ну я надеюсь на это. Поэтому, если вам было полезно действительно это видео, вы можете подписаться на мой телеграм-канал, где иногда очень интересные посты, по моему мнению. Желаю вам продуктивной учёбы, всем хороших оценок. Боже, я говорю, как бабушка какая-то. Всем большое спасибо, что вы у меня есть. Это всё. Всем пока, всем доброй ночи, у кого ночь, всем доброе утро, у кого утро, и всем добрый день, у кого день. Всем пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!